Битва стартапов Битва стартапов – это свежие и шаблонные идеи, уверенные и робкие спикеры, вставшие на защиту своего бизнес-проекта. В этом году участники конкурса прошли предварительный отбор, и в битву стартапов вступили лишь семеро. Они по одному выступят перед десятью серьезными экспертами, среди которых руководители среднего и высшего звена банковской сферы, СМИ, администрации города, а также бизнес-тренеры и, конечно, успешные предприниматели. Как минимум трех членов жюри вы уже подкупили. То, что вы предлагаете здесь на рынок, было реализовано ну лет 5-7 назад. Пока это, по сути, не бизнес-проект, это бизнес-идея. Ну, хорошее дело вы предлагаете. Мы открываем телепроект «Битва стартапов». Проводится он в рамках программы «Ты предприниматель», которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Первой в битву стартапов вступает Анна Антонова. Она будет защищать бизнес-проект «Центр развития личности Феникс». Идея пришла еще лет 10 назад, когда я обучалась психологии. Как раз таки очень хочется развивать эту молодежь, потому что в виде дошкольников, к сожалению, поступая уже в первый класс, они не эмоционально, не психологически не готовы к ней. Данный проект направлен на то, чтобы развивать не только нашу молодежь, но также нашу взрослую аудиторию и наших детей. Предлагается проведение различных мастер-классов для дошкольников, для студентов и взрослого населения. Основное направление будет непосредственно с детьми работа. Можно проводить различные мероприятия, аппликация, рисование. С помощью аппликации каждый ребенок будет развивать мелкую моторику. И как мы все знаем, мелкая моторика позволяет развивать в дальнейшем грамотную речь. Плюс ко всему будет развиваться творческое направление и самопрезентация. Помимо всего прочего, у нас будет проведение различных семинаров и тренингов. Будет больше направлено на взрослую аудиторию, где можно будет посетить такие направления, как тайм-менеджмент, геймификация. Это если мы говорим о взрослом поколении. Если мы говорим для родителей, то это психосоматика. Будем разбирать позитивную психологию и так далее. Психологическая консультация также будет в данном центре присутствовать. В основном направленность на взрослое население и ячейка общества – семья. Помимо всего прочего, также хотелось бы для наших школьников, которые вот-вот скоро пойдут уже в следующий путь, в следующие институты образования, помочь с профориентацией. Кто будет являться клиентом? То есть немаловажная тоже сфера – это дети 5-7 лет. Почему именно вот такой возраст был взят? Потому что, к сожалению, наши дети, когда происходит переход между дошкольниками в школьники, они не готовы ни психоэмоционально, ни порой даже физически и, к сожалению, умственно. Соответственно, будем с этим работать. Также у нас есть родители, ученики старших классов для профориентации, взрослые и, безусловно, в дальнейшее развитие – это сегмент B2B – работа для компаний. Как было ранее сказано, для разработки обучения, адаптации, тренинг для менеджеров и, конечно же, мотивация и геймификация. Мой бизнес-проект, он начинается пока с индивидуального предпринимательства и стоимость такого проекта на текущий момент ориентировочно – 300-2 тысячи рублей 600. Основные, если вы видите смету расходов, это аренда помещения, потому что аренда закладывается около 80-100 квадратов. И очень много денежных средств уходит на офисную мебель и технику. Так как при работе с детьми есть определенные санитарные нормы, есть требования от государства, которые мы будем соблюдать. А это, как минимум, мебель, на которой будет сидеть и обучаться ребенок. Ежемесячные расходы, основные траты – это будет связано с арендной платой. И, безусловно, мы будем нацелены на рекламу, особенно в первые месяцы, пока знание нашего бренда, к сожалению, минимально. Ориентировочные цифры в первый месяц выйти на 150 тысяч рублей. И, подводя итоги, хотела бы сказать, что стоимость проекта – 302 тысячи рублей. Окупаемость примерно до года. 22 тысячи заложено на рекламу. Если делать таргет, если делать какие-то дополнительные еще вложения, ну, то есть это вообще ни о чем сумма. А чем вы отличаться будете от других, что люди при таких малых вложениях в продвижение к вам придут, и у вас прям с первого месяца 150 тысяч выручка будет? Моя идея в том, что заходить именно с детских садов. То есть выходить напрямую на детский сад и, соответственно, через заведующего выходить на группы. Им запрещено заниматься коммерческой деятельностью в рамках образовательного учреждения дошкольного. Да, но это никто не запрещает рекламировать. Это запрещено. На территории детского сада заведующий не имеет права продвигать коммерческие услуги сторонних организаций. Соответствуете ли вы лицензионным требованиям по образованию? Вы ознакомлены вообще, что такое педагог доп. образования, какие требования к его образованию предъявляются? У меня лично я подхожу. Вот я как человек подхожу, у меня есть сертификация и, соответственно, диплом. Какое у вас образование? Высшее. Педагогическое, психологическое. Плюс повышение квалификации. Для дополнительного образования детей не обязательно педагогическое образование. Там другие требования, я вас поэтому и спрашиваю. Там необходимо, даже нет необходимости получать высшего образования. Там должно быть образование в той сфере, что вы даете. Грубо говоря, если вы преподаете кружок кройки и шитья, у вас должно быть, может быть, среднее профессиональное образование по кройке и шитью. Вы планируете, что вы будете работать одна, правильно? Или вы будете привлекать педагогов? Буду привлекать. Какие еще требования для педагогов к ним предъявляются, чтобы они у вас могли работать? Если мы говорим про детей, то это в любом случае еще санитарная книжка, у которой по закону требуется образование и... План тренинга, то есть ее модель. Там на самом деле больше требований, больше документов, которые необходимы для педагогов. И с этим тоже нужно, наверное, ознакомиться и знать, кого вы можете привлекать к деятельности с детьми, а кого нет. Хорошее дело вы предлагаете, и коллеги правильно говорят, что, к сожалению, любые хорошие дела обрастают еще и большим количеством требований законных. Как минимум еще изучить, это является конкурентной средой, вот, поэтому анализ конкурентной среды, и, может быть, в многих ошибках получится вам избежать. Есть патент, который называется «Услуги и курсы для населения», и вы просто можете купить его примерно тысячи за восемнадцать в год и, соответственно, сэкономить на налогах. Это вот первый момент. Плюс ваш расчет налога 6%, он не совсем корректен при условии, что вы уплачиваете те же самые взносы. Страховые, то вы можете минимизировать ваш налог на сумму выплаченных взносов, поэтому финансовую модель нужно будет подкорректировать. Спасибо большое. Помочь предпринимателям Крыма вести бухгалтерию и делать это удаленно – идея Алины Захаровой. Для этого она намеревается открыть аутсорсинговую компанию «Лоцман». «Лоцман» – это человек, который ведет корабли к гавани, и он знает все подводные камни, знает все рифы и проводит корабль так, чтобы он не утонул. И это смысл. Мы тоже будем вести фирму так, чтобы она не утонула по пути и достигла своей цели. Просто я бухгалтер по образу жизни, по душевному состоянию и по образованию. Наша компания нацелена на предприятия малого бизнеса. Многие начинающие предприятия сталкиваются с проблемой нехватки денежных средств для найма штатного бухгалтера. В принципе, на первое время он ему не нужен. Мы же хотим предложить им платить только за те услуги, которые им необходимы. Предприниматель сталкивается с проблемами, что у него возникают большие затраты на зарплату, зависимость от одного человека, долгие поиски квалифицированного специалиста и расходы на обслуживание рабочего места. Мы же предлагаем ему ведение либо полное, либо частичное на аутсорсе, либо бухгалтерские консультирования или аудит. Наши потенциальные клиенты ведут свою деятельность в основном на территории Чувашской республики и соседних республик областей. Также мы нацелены на республику Крым. Данная республика недавно вошла в состав Российской Федерации, и многие малые предприятия сталкиваются с проблемой незнания законодательства, и поэтому боятся вести свою деятельность. Также у нас в штате будет несколько узкопрофильных, узкоспециализированных бухгалтеров, и мы хотим разработать свой сайт. В сайте будет каждый наш клиент, будет заходить, у него будет личный кабинет, там будет вся актуальная информация, какие отчеты сдали мы уже, какие необходимо сдать, какие предстоит ему налоги заплатить в будущем. Он может там подгружать первичные документы или информацию, которую необходимо переписываться с нами. Также будет программа, которая будет анализировать первичную документацию и вносить ее сама в программу. Для открытия фирмы понадобится 388 тысяч приблизительно. Это в основном на мебель, программное обеспечение и на рекламу. Также офисную технику и мелкие расходы. В первый же месяц фирма начнет приносить прибыль. Выручка будет составлять по моим расчетам 150 тысяч рублей ориентировочно. Вычтем отсюда себестоимость, налог, другие расходы, получим 55 тысяч чистой прибыли. Прибыль будет расти в зависимости от того, будет больше выручка, больше прибыль, больше рентабельность. В первый месяц мы получим 55 тысяч и надо будет их куда-то распределить. Мы будем отдавать часть инвесторам, которые у нас будут инвестировать. Мы им будем отдавать не более 40%, потому что остальные деньги идут на расширение производства, основной фонд и непредвиденные расходы. При таких цифрах мы хотим через 4 года уже с небольшого офиса преобразоваться в крупную компанию по оказанию юридических и финансовых услуг, а также проведение тренингов и обучений. То, чем вы хотите заниматься, занимается уже много людей. Значит, вы знаете, кто этим занимается и как успешно более-менее? Да, я знаю, что в Чебоксарах много бухгалтерских ассорсинговых фирм, но с некоторыми я даже сотрудничала. И я хочу сказать, что много это не всегда, все они 100% работают хорошо. И то, что вы предлагаете здесь на рынок, было реализовано лет 5-7 назад уже. Достаточно масштабно, хорошо, есть несколько отличных проектов. А что будет отличать именно вашу компанию? Да, но она же предлагает программу, а ты сам должен носить там всю первичную документацию и сам отчеты сдавать. То есть она отчет генерирует, ты вносишь туда информацию, она отчеты генерирует и сдает сама за тебя. Вы предлагаете крымчанам сканировать чеки, отправлять вам, что они будут делать? Или вы будете в командировке туда ездить, первичку обрабатывать и носить куда-то? Механизм вашей работы? Нет, они будут сканировать и отправлять нам, мы будем обрабатывать. А зачем сканировать, когда они могут в принципе это делать онлайн? Потому что они не могут делать онлайн, потому что большинство малых предприятий им некогда этим заниматься. Но даже пусть он на упрощенной системе налоговложения, ему отчетов много сдавать не надо, но у него есть сотрудники, сотрудникам надо начитать зарплату два раза в месяц, надо делать платежки в банке, ему некогда это делать и рассчитывать и так далее, и следить за законами. Моляю, все это требует час времени, наверное, в день не больше. Вы же тоже прекрасно понимаете, что там не очень сильно загруженная работа для предпринимателя. Ну, в том, все равно почему-то вот клиент у меня есть до сих пор. Прежде чем выйти на сцену перед экспертами и защищать свои бизнес-проекты, ребята прошли обучающие курсы программы «Ты предприниматель». И, кстати, попали туда только самые целеустремленные. Что говорить, давайте смотреть. Две тысячи желающих попасть на предпринимательское обучение и только 700 самых мотивированных и целеустремленных, прошедших отбор. Студентов тренировали днем, вечерние занятия у начинающих предпринимателей. Я в будущем планирую открыть свое дело. И меня эта программа очень зацепила тем, что она бесплатна для студентов. Тем, что приходят сюда настоящие действующие предприниматели-бизнесмены, а также бизнес-тренеры. У нас, получается, на занятиях какие-то интерактивные вещи происходят. Например, мы не просто слушаем спикера. Все в нашей голове. У предпринимателя другое мышление. Его тренировали на занятиях с практикующим психологом. Как преодолевать преграды на пути? Что может помочь человеку дело? Лайфхаки Олега Ефимова оказались очень кстати. Вообще, все обучение построено с ориентацией на практику. Кто такие предприниматели? Это люди, у которых когда-то была идея. У кого из вас есть хотя бы какая-то идея? У кого нет идеи? У вас нет идеи? Никакой идеи нет. Никакой. Как вам идея иметь идею? Формула проста. В слове «желай» сменить первую букву. И получится «делай». Даже если нет команды и единомышленников. Но это так только на первый взгляд. Как научиться управлять, даже если у вас нет подчиненных? Скажите вашей руке, поднимись вверх. У вас есть руки, которые находятся у вас подчинением. У вас есть вторая рука, у вас есть второй подчиненный. Представьте, у вас уже целых два подчиненных. Левая рука и правая рука. Фраза, которую я хочу, чтобы вы записали. У меня есть я. И вместе мы справимся. Моя задача, как коуча, как бизнес-тренера, этот потенциал помочь им раскрыть, дать им возможность увидеть то, что предпринимательство сегодня доступно. И для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, не требуется сверх усилий. Нужно всего лишь посмотреть вглубь себя, посмотреть на ситуацию вокруг, на рынок, поискать в своем окружении людей таких же активных, предприимчивых, найти команду, найти бизнес-идею. Сама идея программы, она интересна именно в этом. Люди пришли сюда без идеи о предпринимательстве, а уходят с тем, что почему бы не попробовать. Сейчас я набираю знаний, опыта у нынешних спикеров, бизнес-тренеров. И надеюсь, что в будущем у меня появится тоже своя мечта, которую я реализую благодаря этим занятиям. Вернемся к участникам. Следующий на очереди Сергей Гаранин. Между прочим, он опытный предприниматель, руководит приборостроительной компанией. Мы занимаемся разработкой электроники и представляем сегодня проект для сферы энергетики. Мы действующая компания, которая занимается разработкой электроприборов. И наша цель – это повышать качество электроэнергии и чтобы каждый человек получал ее без перебоев, без амварий получает защиту от сетевых помех, от перенапрепряжений, от возгораний и от амварийных ситуаций. В России на данный момент изношенность электросетей довольно-таки большая, поэтому амварийность имеет место быть, и чтобы это все заменять, требуются очень большие финансовые затраты. Так как используется большая доля импортного оборудования, это все требует финансовых затрат. Мы представляем систему, которая показывает состояние сети, это ее параметры, износостойкость кабелей, изоляцию, токи, утечки. И состоит она из головного устройства, которому подключаются до 250 цифровых датчиков по цифровому интерфейсу. Собираются данные из каждого датчика, обрабатывается это все в головном устройстве, и на основе этих данных строится прогноз по времени жизни кабелей. Вы говорите о токах утечки в этих сетях, вы его хотите измерить, получается? Да. Утечки? Да. Ток утечки на землю. То есть это как что, в виде коронированного разряда, что ли? Это будет высчитываться сопротивление изоляции каждого ответвления, каждого кабеля. То есть в этом принцип работы вашего устройства? И на основном виде уже данных об изоляции планировать время жизни этой сети. А вот в принципе сопротивление изоляции и сама изоляция рассчитывается уже по известным инструкциям, как сказать, исходя из засечения проводника, тока проводимого по проводнику, по безопасности рассчитывается. Есть ли смысл? Ну, надо рассчитать просто сопротивление изоляции, применить необходимый конструкционный материал или изоляции и закрыть этот вопрос. Ну, да, пока кабель новый, и его только что положено в жиле, он удовлетворяет всем требованиям, а с течением времени из-за воздействия ультрафикциальной температуры изоляция на кабеле, она трескается, смыслает, и возникают утечки. Любимый вопрос, а конкуренты какие существуют? И кто, как сейчас решается этот вопрос? Да, есть как импортные аналоги, это от Шнайдендры, Электрик, Бендер, так и российские. Ну, да, соответственно, на какой объем продаж, сколько штучек вы можете сделать этих устройств, грубо говоря, да, там, какой-то вот этот прогноз при получении финансирования определенного, вот такую табличку хотелось бы. На одно головное устройство, оно может обрабатывать 250 датчиков, а самое сложное, это делать именно головное устройство, вот, его на текущих мощностях мы можем делать около 50 устройств в месяц, датчиков около тысячи двух. При стоимости каждого устройства, средней. На данный момент головное устройство стоит около 100 тысяч, каждый датчик пять. Спасибо. Открыть свое дело никогда не поздно и никогда не рано. Вот следующему участнику всего 18 лет, а он уже планирует помогать школьникам и студентам определяться с будущей профессией. Но школьники видят только, не хочу никого угрожать, но они видят только сами корпуса, саму оберку. Они не знают, как там будет преподаваться, то есть они не знают преподавания. И это большой, большая, можно сказать, проблема, потому что школьники, как слепые котята поступают в большинстве случаев, они ориентируются только на самые простые вещи. Как выглядит, какое место занимает университет в списке топов вузов России. Школьники будут собираться в экскурсии и ходить экскурсиями на те места работы, на которых они хотят в будущем работать, чтобы они определили, нравится им это или нет. Потому что школьник, может быть, задавал физику, он мечтал быть программистом, но он не знает, кого это. Он сходит на работу в составе экскурсии, ему там вначале все расскажут, объяснят, а после он сам уже попробует себя в роли программиста. И так с многими другими профессиями. Я постараюсь договориться с директорами университетов насчет того, чтобы школьники с 8 по 11 класс могли занять место в определенной группе, допустим, он хочет в будущем быть медбратом. Там он 2 часа, а, 1,5 часа находится вместе с студентами, которые учатся, то есть он находится в учебном процессе уже. Школьники будут смотреть, как преподает в вузах, вообще им понравится или нет. И это они хоть сколько раз могут делать. По данным Ранхис за 2018 год, цифры как 37% выпускников высших учебных заведений, которые окончили в 2017 году высших учебных заведений, они только в 37% работают по специальности. Я бы хотел, чтобы этот процент рос. 37% работают по специальности? Откуда такие данные? Из Рос... Нет, не Росат. Сейчас забыл. Вы про один вуз говорили или вообще про все по республике? Про Россию. Но даже по России, если честно, данные не точные. Извините. Есть мониторинг, который раньше проводило Министерство образования и науки, и по каждому вузу, по каждому технику можно увидеть вообще процент трудоустроившихся. И как он фиксируется? Выпускники, когда уходят, есть такие у них пенсионные отчисления. Вот если у него есть пенсионные члены, они считают, что он трудоустроен. И вот Минобор на самом деле очень четко отслеживает трудоустроимость выпускников. По техникумам мы, как Министерство образования, как учредители, тоже очень жестко следим. И у нас на самом деле трудоустроимость по нашим учреждениям, по техникумам, больше 90%. На самом деле мне ваш проект на самом деле нравится. Он интересен. Я не уверена, будет ли он коммерческим, но я уверена, что, во-первых, как минимум трех членов жюри вы уже подкупили, потому что они представители ЧГУ с этим слайдом. Во-вторых, я думаю, что есть интересные точки соприкосновения, чтобы поработать с центром профориентации университета. И на самом деле у нас в этом учебном году уже будет в Республике реализовываться такой проект, как «Билет в будущее». Это тоже профориентационный проект, он будет по всей России как бы осуществляться. Но каждый регион добавит и свою, скажем так, уникальность. И здесь, я думаю, что нам тоже было бы интересно совместно с вами посотрудничать и взять ваши идеи. Спасибо. Спасибо вам. Ну и, естественно, хотелось бы увидеть экономику этого проекта, поскольку мы об этом говорили в первый раз. Пока не видим цифр. И где здесь деньги? Могу только заранее сказать то, что уважение будет не столь, ну так сказать. Я думаю, уважение будет не больше 50 тысяч. Это сейчас говорит с бумом, потому что не хочу никого обмануть. Я пока что еще не читал уважение. Но по логике вещей здесь будет все тратиться максимум на рекламу. И все. Чуть-чуть добавлю, да, чтобы каких-то иллюзий не было. 50 тысяч здесь наложиться. Нужно сразу ориентироваться, да, что если это будет именно бизнес-проект, нужно будет как-то дело продвигать. Это аренды офиса, регистрация юрлица, какие-то издержки, да, вот на рекламу, на зарплату. И в одиночку тут работать тоже не выйдет. Плюс нужно будет закладывать какую-то маржу партнеров, да, то есть вряд ли за бесплатно тоже, да, и предприятия, но там может быть вузы, да, будут как-то бесплатно в эту тему включаться. Предприятия вряд ли. Будут отвлекать свои ресурсы, ну, просто так. То есть нужен будет какой-то интерес, нужно будет людей заинтересовать, поэтому тут обязательно нужен расклад, потому что пока это, по сути, не бизнес-проект, это бизнес-идея. Идея неплохая, но пока без какой-то финансовой, да, подоплеки, без финансовых расчетов. А вообще, наверное, было бы интересно, если бы его оформили сначала как социальный проект, получили бы грант, например, да, тот самый грант Росмола, и начали его как социальный, там, на эти 300 тысяч реализовывать, а в перспективе выйти именно на окупаемость и вот как раз-таки в бизнес уже, в доходную часть. На сегодня все. Уже в следующий вторник мы узнаем имя победителя республиканского конкурса бизнес-проектов «Битва стартапов-2018». Увидимся в эфире и профессиональных вам успехов!